поехали все я запустил 1 2 3 4 5 сячик вышел погулять слышно дима да видно до часа 45 все я сейчас дождусь что в рекомендациях появится на смартфоне дим давай команду когда можно наговорить начинать все отлично а добрый день всем добрым людям а мои шире привитания усим украинцам я вам дюжи дюжи вдячный вы продолжаете сражаться вы защищаете свой дом свою страну вы защищаете меня я по-прежнему на той же кухне 200 километров от крещатика попугайчики притихли мы продолжаем наши передачи youtube канал марка солонина а как вы уже наверное видите у нас сегодня необычная передача у нас гость мало сказать что уважаемые понятно что всеми уважаемые долгожданный гость много было комментов много реально комментов где суворов покажите нам суворова вот мы вам его покажем виктор суворов владимир богданович резун виктор суворов это его инициативный псевдоним известный во всем мире значит нам расскажет что он по этому поводу думает но сначала я хочу сказать несколько слов по поводу событий о последней ночи то есть что касается уважаемая публика ну обычной нашей передачи связаны с вестями с фронта положением боевой ситуации в зоне боевых действий и так далее мы наверное сделаем посмотрим будут силы сделаем сегодня вечером а вот а сегодня я планировал передачу всю целиком посвятить тому чтобы в виктор суворов мог к нам обратиться но произошло событие неординарное неординарное событие даже в нынешнюю неординарную эпоху вчера ночью путинские войска обстреляли крупнейшие в европе крупнейший в европе значительно больше чем чернобыльская атомную электростанцию она называется запорожская электростанция она находится в городе энергодар иногда так называют иногда это около запорожья то есть произошло то о чем невозможно было помыслить можно было только прочитать в сценарии фильмокатастрофы из танков там не знаю из пушек херачили по атомной электростанции а более того ее захватили путинские войска и сейчас персонал атомной электростанции находящийся в состоянии значительного стресса делает некий комплекс технологических мероприятий которые необходимы для того чтобы европу не накрыло тем что накрыло после чернобыля ну мы будем надеяться что это квалифицированные специалисты и они с этим справятся или не справиться как она уж получится судя по всему пока они справляются в ситуации стресса работать сложно каждый из вас это знает значит по инициативе премьер-министра великобритании уже создано чрезвычайно как называется заседание совета безопасности оон руководителя европейского внешнеполитического ведомства тоже поддержал это ближайшие несколько часов соберется совет безопасности он будет обсуждать это незаурядное событие я же в связи с этим подумал и хочу обратиться к российским офицерам ну кто-то все-таки из вас меня слышит кому-то подскажут кинуть ссылочку ваши родственники друзья и так далее мне трудно с вами говорить вежливо но мне мои друзья сказали если ты хочешь чтобы тебя услышали говори с любым человеком вежливо говорю вежливо товарищи российские офицеры и генералы ваш верховный главнокомандующий сошел с ума такое бывает 4 процента по статистике людей на земле нуждаются в постоянной помощи врача одна десятая одних то есть 0 4 процента нуждаются в стационарном лечении это нормально а не нормально то что сумасшедшим просто просто патологически сумасшедший человек является верховным главнокомандующим огромной армии и как мы все понимаем великой ядерной державы такова ситуация на сей момент но ведь вчера в этом этой ночи по атомной электростанции стрелял не путин лично не шойгу лично стреляли офицеры может быть кто-то из вас кто сейчас меня слышит может быть ваши боевые товарищи то есть вы решили окончательно решили превратиться в заводного механического болванчика который просто вот его завели он ходит завели он ходит вы решили что вы будете выполнять команды сошедшего с ума маньяка безумного обезумевшего маньяка до конца это ваше решение замечательно но если бы у вас было другое решение то сейчас все ленты новостей мировые были бы заполнены не сообщениями об обстреле атомной электростанции а сообщениями о том что русские офицеры русские офицеры которые понимают значение слова честь имею что русские офицеры вывели сумасшедшего маньяка из бункера в кандалах и без штанов но этого сообщения мы на лентах новостей не видел то есть вы решили служить ему до конца как болванчики окей дело в том что у меня и у вас есть общий интерес сейчас вы товарищи офицеры генералы услышите в чем наш с вами общий интерес ну если вы существуете биология значит вас родила мама вы же не инкубаторский значит у вас есть мама наверное у многих из вас есть женщина которая соглашается лечь с вами в постель и у вас наверное даже есть дети мама жена и дети в чем наш общий интерес нас с вами общий интерес в том чтобы ваша мама ваша жена и ваши дети были живы у меня этого хочется ну прямо скажем уж не бог как то какая моя проблема ваша жена но я хочу чтобы она была жива я хочу чтобы ваш ребенок был жив вы наверное хотите этого тоже и гораздо больше поэтому давайте вместе подумаем а почему после тех чудовищных преступления которые вы уже успели вы или ваши сослуживцы успели совершить на территории украины за эти девять дней но я видел страшные цифры по 2000 убитых убитых гражданского населения за неделю не знаю может быть преувеличены дай бог не знаю вы обстреливаете ваши сослуживцы обстреливают градами херачат градами по жилым кварталом харькова густонаселенного двухмиллионного города ну и так далее я вы совершаете любые преступления а вы вчера обстреляли авто на электростанции вы готовы выполнять любые преступные приказы внимание вопрос почему ваша мама ваша жена и ваши дети живы варианты ответа потому что украины нету ядерного оружия она его отдала по будапештному арендуму в обмен на то что америка и великобритания обещали ей помощь ответ неправильный выкиньте это из головы если вам кто-то это говорит это неправильный глупый ответ атомное оружие это очень высоко технологичный эффективный ошеломляющий красивый у меня на канале целой серии об этом ошеломляющий красивый технический инструмент массового убийства людей но для массового убийства людей совершенно не обязательно иметь атомное оружие ну вот вторая мировая война вольнули 50 миллионов человек среди них миллионы женщин и дети безо всякого атомного оружия обстрел атомной электростанции мог произойти в любом другом месте но история сложилась так что это запорожская запорожская а слово запорожская во мире связано с запорожскими казаками а я по национальности еврей чистокровные во всех поколениях еврей я знаю что я еврея с детства это знал я очень этим горжусь уважаю историю своего народа если бы мне вчера кто-то сказал что я буду в положительном позитивном смысле вспоминать ту резню которые устроили запорожские казаки в 17 веке я бы даже не улыбнулся просто глупость но вы товарищи офицеры зашли настолько далеко что я вынужден зайти очень далеко и напомнить вам что запорожские казаки а это предки нынешних украинцев замечательно без всякой атомной бомбы просто вручную вырезали сотни тысяч людей эти значительные традиции они не могут исчезнуть быстро поэтому дело не в том что у украины нету атомного оружия если вы перейдете все границы а похоже вы к этому уже готовы то существует огромное количество технических способов которыми можно убить очень очень много людей не прибегая к атомному оружию а если вы думаете что между вами и между россией и украина есть ров с крокодилами то вы ошибаетесь никакого рва нету ла-манша нету атлантического океана нету украинцы и русские простите меня шановные друзья украинцы но украинцы и русские биологически никак друг от друга не отличаются это светлолицей европейцы никакой возможности отличить на улице русских городов российских городов украинского диверсанта нет если вы доведете этот народ украинский народ не до грани а за грань а за грань то тогда путин улетит в рай вы наверно тоже вместе с ним собрались в рай а а ваши матери ваши жены и ваши дети окажутся в аду в а-ду я этого не хочу единственная да может быть есть у вас другая мысль что ваших маму жену и ребенка будет защищать росгвардия та самая непопедимая российская росгвардия которая приехала в харьков там брошено 4 машины с этими пластиковыми щитами надеюсь вы не идиоты ну вы же не идет и вы понимаете что росгвардия будет защищать путина там пять колец обороны 25 колец обороны вокруг его бункера вашу жену не будет защищать никакая росгвардия поэтому отвечаю вам единственная причина товарищи офицеры русской российской армии генерала единственная причина по которой ваша мама ваша жена и ваш ребенок жив это то что украинцы несмотря на это вторжение несмотря на эту подлую войну продолжают считать вашу маму вашу жену и вашего ребенка людьми людьми а людей убивать нельзя а женщин убивать нельзя а детей убивать нельзя и вот это есть та единственная ниточка на которой держится жизнь ваших близких если вы вашими безрассудными действиями этот сук перепилите если вы доведете украинский народ до того что он перестанет видеть вас людей а будет воспринимать вас как ну опасных таким вот животных там бешеных собак тараканов то тогда ваша мама ваша жена и ваш ребенок окажутся в аду я этого не хочу я этого не хочу я не хочу этого не знать не слышать не видеть вы если вы окончательно не сошли с ума тоже не должны хотеть чтобы это произошло если хоть кто-то из вас хоть один из вас понимает слова честь имею понимают что он русский офицер то вы должны понимать что надо сделать вот это то маленькое предисловие которое хотел сделать вызваны обстоятельствами сегодняшнего дня а теперь дорогой уважаемый владимир богданович виктор суворов мы вас все внимательно слушаем прежде всего присоединяюсь полностью настой на 200 процентов к тому что сказал сейчас марк соломин именно так ребята играете с огнем играет с радиацией все это может выйти боком а мы с вами сейчас отправляемся в прошлый век даже в прошлое тысячелетие ибо я так привык издалека заходить так марш буденного 1920 год сто один год назад высоко в небе ясном вьется алый флаг мы учимся на конях туда где виден прах и в битве упоительной лавиной стремительной даешь варшаву дай берлин уж врезались мы в крым прошло один год пока варшаву не захватили берлин тоже пока не захватили вот ну а в крым врезались тут уж точно 100 лет уже как-то эта песня не стареет те вот в то время это 13 мая 1920 года красная армия так подавила все внутри страны и понесла свет коммунизма понесла в европу 13 мая 13 мая 1920 года товарищ ленин выступил с речью он много говорил всего вот это вот 13 мая отличается тем что он высказал очень важную мысль очень важную у него много чепухи много но тут я с ним на сто процентов согласен и так цитата победа в конечном итоге обуславливается состоянием духа тех масс которые на поле брони непосредственно проливают свою кровь сказано 13 мая 1920 года и вот когда я смотрю вот эти программы украины я вот вижу я вижу тех вот бойцов которые которые пришли освобождать украину грязные какие-то там холодные лохматые какие-то ноющие знаете или вот просто лежащие и с другой стороны вот украинский воин так показывают мужик здоровенный такой и камера чуть чуть ниже а у него нет ноги у него железяка вот вместо ноги и он с автоматом вот это вот дух этот дух армии армии победительниц понимаете вот посмотрите как вот идут эти бэм пушки там мать и какие-то там десантные машины прочих и выходит безоружная толпа и толпа масса людей идет и останавливает их руками говорит ребят вы не туда пришли вот это это приговор это приговор путинскому режиму приговор тем кто пришел на мою землю черкасах похоронен и мой дед василий андреевич и бабушка иришка вот и отец мой и мама и старший брат вот вы пришли на мою землю и вот когда-то когда ленин сказал вот определяется духом тех масс и красная армия пошла в польшу и вот дух поляков в тот момент оказался покрепче и так намаляли уж так наваляли красной армии что было вынуждено отдать советская коммунистическая россия отдала польше западную украину и западную беларусь и еще обязалась выплатить там большие репарации на чем всегда забывают до репарации и рубликами золотым тогда червончики такие вот муцарский там много сохранилось так вот пользуясь возможностью я обращаюсь тем кто пришел на землю украины на землю где покоится прах моих предков вы пришли без приглашения и мой вопрос ребята вот давайте определимся вы за россию или за путина ну кто-то скажет то это же не не разделим это же наш там всенародно выбраны ну как же как же а я отвечаю что россия и путин все-таки разные вещи когда будут говорить я за россию за путина разные вещи вот смотрите парад на красной площади сейчас хорошо можно найти быстро там посмотреть идет парад на красной площади идут 9 мая день победы танки войска с развернутыми знаменами сидит путина на стульчике найти вот вспомним вот вспомним стихи это про сталина вертинский весь седой как серебряный тополь он стоит принимая парад сколько стоит ему севастополь сколько стоил ему севастополь сколько стоил ему сталинград стоит он стоит а этот на стульчике сидит понимаете ребята мужики он же вас оскорбляет вы с развернутыми знаменами по красной площади а у нас он стал а потом тоже интернет вот полистайте его приглашают этого чмаряне приглашают на площади то не так где-то танками один мужик вышел и держал танковую колонну мы не знаем его имени но это герой герой этот китаец который встал против танков он уже в аналы истории он вошел навсегда как вот дух сопротивления я когда смотрю когда украинские ребята и девочки вот против танков идут бутылками я вспоминаю того парня на площади тянем и так вот смотрите у путина интересы одни а у народа россии другие интересы допустим такая вещь и когда-то в середине двадцатого века люди овладели ядерной энергии а а ядерной энергии мы сегодня сегодня день у нас особой с ядерной энергией ядерная энергия тем не хороша что оставляет после себя извините за выражение много ядерного давна вот мыть его куда-то надо давать сдавать куда-то девать он уж она разлагается тысячами лет она навсегда вот радиация и западные страны которые овладели ядерной энергией сбывали откуда-то в африку туда там сидит царёк какой-то ему сунули у него там на манхэттене у него там небоскреб он купил там банки денежки лежат ему чихать на это вот он ну кто-то поднял этот вопрос в общем организации объединенных наций этим дело озаботилась и приняло решение что ядерные ходы из одной страны в дугу и переводить нельзя вот такое правило и все 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 страны мира следует этому запрету ну за исключением конечно россии но это недоразвитая страна третьего мира понимаете ничего не производит про минут и вот германия гонит ядерные отходы в россии вот 9 мая день победы ура мы победили ну а большинство ребят если мы победим такими хорошие давайте наши ядерных воде значит германия зачем а кто-то говорит за это деньги платят немцы платят день нарушая закон и выгоняют на и россия деньги получает номер один а с другой стороны они же не очень радиоактивно они отправляют нам только то что не очень радиоактивно согласен 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 ну так если мы победители давайте наши не очень гнатью в германию пусть они хранят на если если она на нас не действует она же не на на них не должно действовать давайте а ведь мы принимая ядерную грязь из германии тем самым признаем что никакого дня победы не было продули германию мы сейчас немецкая колония и китайская колония китайцы вырубают в себе в чертовой матери а когда вырубили этот самый леса тайгу то там очень небольшой класс земли только его раздует и все там больше намерен на вечной мерзлоте ничего не растет смотрите интерес путина уничтожить россию загадить немецкой радиации и и вырубить тайгу и угнать все это в китай понимаете вот интерес путина он на этом богатеет он как клоп напивается этой кровью это его интерес а интерес россии совсем другой чтобы не было ядерного этого говна извините за выражение в россии и чтобы сибирь не отдать китайцам это интерес русского человека и вот я дожил уже ну 70 лет давно прошел вот еще не до конца седой но давно лысый так вот я никогда никому не завидовал никогда никогда поэтому вот здоровый толстенький так это за нами и вот двадцать четвертого февраля лютого я вдруг стал завистью завидую тем ребятам которые мужики у вас у вас у вас у вас такая возможность пойти в мировую историю навсегда есть понимаете маленький клопик такой вот наполненный кровью и радиация его вот идет вот а вы каждый день вот вокруг него уходите ребят ну нет я не призываю к убийству не призываю нет нет там табакерки это наша история вообще знаете вот власть диктатора у нас всегда ограничивалась шелковым шарфиком вот он 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 вот всемогущий но там табакерочка его по голове вашему не уж то на всю россию не найдется маленькой серебряными потяжелеть такое я повторяю завидую вам завидую ребята черной завистью ах меня там нету но я верю вас я верю что там табакерочка все-таки найдется и вы выполните свой долг мой долг перед своим народом перед народом россии которым надо спасать я не призываю армию русскую армию сейчас вот остановиться и так далее ребята вы могилу свою нашли вам уже перелом наступил победа еще я не знаю когда будет победа но перелом наступил уже вы кончены вы посмотрите сколько стоит этих танков я не знаю там когда говорят сколько там убитых я не я не знаю вот но когда показываю эти колонны сгоревших танков у меня слезы текут я люблю так я вижу их и слезы текут а я радуюсь радуюсь сквозь слезы мы надо куда вы пришли ребята куда вы пришли вы найдете смерть на земле украины ну что ж я желаю вам если смерть эта песня такая была то мгновенно чтобы я не злодей смерти мгновенно а если рано небольшой но чтобы сдались в плен приглашаю вас в плен вот вы будете накормлены поверьте мне поверьте мы украинцы мы добрые люди я я скажу по себе вот но иногда моя татьяна степана на папа папа подтвердит если из себя выйду не хороший человек очень нехороший а есть люди похлеще меня поэтому не играйте с огнем и не играйте с радиацией уж радиации и надо ребята все обернется вам все придет на вашу землю слава украине героем слава спасибо спасибо владимир богданович дорогие друзья к вам обращался виктор суворов историк всемирно известный как историк украине сын украинской земли спасибо всем добрым людям которые помогают украине которые люди сейчас соединенных штатах великобритании прежде всего как великих державах между прочим когда-то был до перскому меморандуму что-то обещавших украине которые сейчас выходят на улице которые пишут петиции которые трясут своих конгрессменов депутатов которые требуют настоящей серьезной помощи еще и еще раз моя огромная бесконечная признательность тем бойцам украинской армии территориальной обороны которые обороняют нас пока мы с вами разговариваем но в конце концов не буду лукавить в какой-то ситуации в какой-то крохотной степени слова тоже есть дело всем спасибо слава украине добро обязательно победит слава украине